Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам продолжение курса «Означение судебной практики по налогам в деятельности юриста». На этот раз это часть вторая соответствующего курса. Но прежде чем непосредственно приступить к рассмотрению содержания части второй, хочу сделать несколько ремарк. Ну, понятно, поскольку речь идет о второй части, значит, есть часть первая. Где ее можно увидеть? Ее можно увидеть на канале. Ну и в целом, в соответствующем видео части второй я сделаю ссылочку на первую часть. Думаю, сделаю ее в информации к видео. То есть, если видите значок «И», то нажимайте на него, и, соответственно, там ссылка будет. Поэтому, чтобы, что называется, полностью прослушать курс, рекомендую начать с первой части. Следующая ремарка – это по поводу названия. Вообще, по отзывам по отношению к первой части возник вопрос, почему именно так курс называется, то есть, ну, «Значение судебной практики по налогам». Потому что ведь курс можно было назвать «Особенности работы налогового юриста» либо, например, «Особенности работы юриста в налоговой сфере». И, в общем, я с этим и не спорю. Но здесь следует обратить внимание на следующее, что те выводы, которые делаются как в части первой, так и в части второй, они основаны на анализе именно судебной практики. Почему? Потому что вообще налоговый спор, он может возникнуть на пустом месте. То есть, налоговые органы могут предъявлять любые претензии. И в связи с этим главный вопрос, который встает у юриста, это не то, как можно избежать налоговых претензий со стороны налоговых органов. Потому что, повторюсь, налоговики могут придраться к чему угодно. А главный вопрос, как будет разрешен налоговый спор в том случае, если он попадет, ну, станет предметом рассмотрения суда. И в связи с этим, соответственно, очень важно юристам именно учитывать судебную практику по налогу. Но, повторюсь, безусловно, название курса может быть и каким-то иным. Может, можно придумать какое-то лучшее название. Поэтому, у кого есть какие-то предложения, пишите в комментариях. И, безусловно, я учту их при составлении аналогичных курсов. И следующая ремарка. Ну, здесь, прежде всего, следует сказать, чем отличается часть первая от части второй курса. Кто смотрел, понимает, что часть первая была посвящена общим вопросам, связанным с деятельностью юриста в случае возникновения налоговых вопросов. Ну, и также часть первая затрагивала споры, которые возникают по части первой налогового кодекса. И понятно, что часть вторая, она, в общем-то, будет посвящена тем спорам, которые возникают в связи с применением части второй налогового кодекса. Здесь вроде бы все логично. Итак, представляет часть вторую Юзвак Максим Васильевич. Перед вами слайд с информацией обо мне. Что касается плана настоящей части курса, то здесь я предлагаю несколько блоков. Первый блок будет связан с отраслевым законодательством, а именно с проблемой, могут ли привести нарушения отраслевого законодательства к негативным последствиям в налоговых отношениях. Следующий блок, он будет касаться вопросов методологии. Блок будет посвящен тем нормам, которые предоставляют определенные права налогоплательщикам самостоятельно устанавливать те или иные методы, позволяющие определять налоговые последствия. Ну и, соответственно, будет рассматриваться вопрос, насколько свободны налогоплательщики при определении той или иной методологии. Следующий вопрос будет связан с значением изменений налогового законодательства, потому что, в общем-то, налоговое законодательство меняется достаточно часто, и возникает вопрос, можно ли соответствующие изменения использовать при возникновении споров по, скажем, норме, которая впоследствии была изменена. Наконец, четвертый блок, он будет посвящен вопросам недобросовестности либо добросовестности и получения обоснованной, необоснованной налоговой выгоды. Ну, то есть, в данном случае вы видите, что здесь я обозначаю два последних пункта, это тоже на осмотрительности и реальной сделке, но в реальности эти два пункта, они будут рассмотрены в четвертом блоке, который, повторюсь, он посвящен вопросам добросовестности налогоплательщиков. Итак, переходим к первому вопросу, это отраслевое законодательство. Вообще, нередко возникают случаи, когда налоговые органы, установив, что налогоплательщик не соблюдает, по их мнению, отраслевое законодательство, налоговые органы предъявляют претензии налогоплательщику, и, соответственно, у налогоплательщика возникают какие-то негативные последствия. Ну, это могут быть в том числе какие-то доначисления. И главный вопрос, на самом деле, это вопрос о действительности, может ли нарушение отраслевого законодательства каким-либо образом влиять на налоговые последствия. Ну, чтобы не быть голословным и проиллюстрировать проблему, я предлагаю рассмотреть дело Данон. Ну, то есть дело прошлого года, то есть совсем свеженькое, оно рассматривалось судебной коллегией по экономическим спорам. В чем заключалась суть спора? Дело в том, что у налогоплательщика был договор поставки продовольственных товаров с контрагентом. И в рамках данного договора налогоплательщик предоставил своему контрагенту, в данном случае покупателю, скидки. А здесь нужно понимать, что соответствующие отношения регулируются специальным законодательством, в том числе законом о регулировании торговой деятельности. Соответственно, в результате предоставления скидки налогоплательщик уменьшил свою базу по НДС, что не понравилось налоговым органам. И налоговые органы доначислили НДС, указав, что налогоплательщик не обоснованно уменьшил свою налоговую базу в связи с предоставлением скидки. При этом налоговые органы обосновывали свою позицию следующим, что законодательством, в том числе законом о регулировании торговой деятельности, не предусмотрены такого рода скидки, которые предоставлялись налогоплательщикам своему покупателю. Я здесь не буду погружаться в особенности и характеристики скидок. Здесь просто нужно обратить внимание, что для обоснования своей позиции налоговый орган сослался на отраслевое законодательство. Так вот, судебная коллегия по экономическим спорам, рассмотрев данное дело, все-таки встала на сторону налогоплательщика, и при этом было приведено несколько аргументов. Первый аргумент, что вот этот закон о регулировании торговой деятельности, он принят не в соответствии с НКРФ. В данном случае я, видите, формулирую тезис не отрицательно, а положительно, потому что в данном случае я имею в виду, что когда закон может, отраслевой закон, учитываться, а когда нет. Так вот, он, соответственно, не может учитываться, если он принят не в соответствии с НКРФ. Соответственно, понятно, может учитываться, если в соответствии с НКРФ. Если результат его применения соответствует, скажем так, принципам, началам налогового кодекса и, соответственно, налога, по которому идет спор, то тоже возможно применение отраслевого законодательства. Но в данном случае, в деле Данон, данное обстоятельство установлено не было. Напротив, судебная коллегия посчитала, что такое толкование, которое приводится налоговым органом со ссылкой на закон о торговой деятельности, по сути дела нарушает принципы регулирования НДС. Ну и одним из важных аргументов в данном деле также было отсутствие ущерба бюджету. Вот такие аргументы были приведены судебной коллегией по экономическим спорам, и я предлагаю их запомнить, мы к ним вернемся немножко позднее. Дальше же я бы хотел обратить внимание на то, что вообще в судебной практике, по сути дела, сложилось, скажем так, два подхода к оценке последствий нарушения отраслевого законодательства. Первый подход – это так называемый формальный подход, а второй подход, который, по сути дела, и отражен в деле Данон, это некий такой оценочный подход. Вот давайте их подробно и рассмотрим. Что касается формального подхода, о чем тут речь? Формальный подход, он заключается в том, что в том случае, если в норме налогового кодекса не предусматривается обязанность соблюдать отраслевое законодательство, либо в принципе там нет ссылок на отраслевое законодательство, то и какие-либо последствия, негативные последствия для налогоплательщика наступать не должны. Ну и в данном случае в качестве примера можно привести наиболее распространенный, ну такой показательный пример, связанный с расходами по долгосрочным договорам аренды в том случае, если соответствующий договор не зарегистрирован в соответствии с требованиями гражданского кодекса. Так вот, если договор не зарегистрирован, то в данном случае это не является основанием непризнания по нему расходов и, соответственно, учета этих расходов, например, по налогу на прибыль. Это достаточно такая устойчивая судебная практика, хотя здесь следует заметить, что налоговые органы регулярно предъявляют претензии в такого рода случаях. Другой пример – это, например, нарушение рекламного законодательства, то есть я здесь привожу пример дела 2015 года, когда налогоплательщик проводил рекламную акцию, но не в соответствии с требованиями рекламного законодательства. В данном случае суд также посчитал, что поскольку в нормах налогового кодекса каких-либо негативных последствий такого несублюдения не предусмотрено, то, соответственно, расходы могут быть учтены. Но есть, собственно говоря, и обратные нормы. Это, например, нормы, которые увязывают те или иные льготы с наличием лицензии. Соответственно, наличие, ну, например, в качестве примера можно привести положение главы 21 НКРФ, то есть по НДС, когда операции образовательных учреждений не облагаются НДС, но при этом у этих образовательных учреждений должны быть лицензии в сфере образования. Соответственно, нет лицензии, вы можете не получить соответствующую льготу. Ну, я здесь, правда, оговорюсь, тут есть достаточно много нюансов применительно к такого рода нормам, но в целом практика именно из этого исходит. Что касается оценочного подхода, то, по сути дела, вот этот оценочный подход и был отражен в деле Данон. На мой взгляд, это, конечно, не очень хорошо, потому что формальный подход, он более четкий и понятный. В данном случае судебная коллегия сформулировала некие оценочные критерии о том, что вот этот отраслевой закон не нарушает принципов налогового регулирования, но и в том числе отсутствует ущерб бюджету. Теперь, на самом деле, самый главный вопрос, который возникает у налогоплательщиков с учетом формального подхода, оценочного подхода, как, собственно говоря, оценивать последствия несоблюдения отраслевого законодательства применительно к налоговому отношению. И, на мой взгляд, лучше всего, в данном случае, налогоплательщику, юристу, который сопровождает налогоплательщика, держать в голове определенную классификацию нарушений отраслевого законодательства. Ну, на мой взгляд, к первому виду такой классификации можно отнести нарушения, которые не влияют на экономические показатели сделки. То есть речь идет о следующем, что, скажем, налогоплательщикам не соблюдается форма, например, договора, либо не соблюдается требование по регистрации, но при этом очевидно, что соответствующие требования, как таковые, на экономические показатели сделки не влияют, а значит, и не влияют на налоговые последствия. Соответственно, этот аргумент может использоваться налогоплательщиками в том случае, если, скажем, нет налоговой нормы, которая прямо ссылается на отраслевое законодательство, то можно говорить о том, что, ну, какая разница, зарегистрировали мы, например, договоры, либо не зарегистрировали. Мы бы в любом случае по этому договору несли данные расходы. Мы их, собственно говоря, и учли. Второй вид соответствующей классификации – это те нарушения, которые действительно влияют на экономические показатели сделки. И в данном случае, ну, правда, здесь я реквизиты не привожу, но просто обратите внимание, в 2016 году было дело межрегион ГАЗ, который рассматривался судами, и в том числе судья Верховного суда, и судья вынесла, в данном случае это была судья Завьялова, отказное определение. В чем там была суть спора? Дело в том, что при продаже газа используются тарифы, которые утверждаются государственным уполномоченным органом. То есть, ну, фактически здесь идет государственное регулирование цен. И в данном деле налогоплательщик, он использовал цены не в соответствии с тарифом. То есть, в общем-то, продавал газ в противоречии с действующим регулированием. Вот такое нарушение отраслевого законодательства действительно может влечь определенные негативные налоговые последствия. И, в общем-то, эти налоговые последствия для межрегион ГАЗа наступили, поскольку налоговые последствия ему определялись в соответствии с теми тарифами, которые были установлены уполномоченным органом, а не в соответствии с теми ценами, которые в действительности использовались налогоплательщикам в соответствующих договорах. Итак, теперь, как строить налогоплательщику позицию в случае нарушения отраслевого законодательства? Ну, здесь я уже повторяюсь. Во-первых, нужно, безусловно, исходить из существующего формального подхода, а именно то, что если нет прямой налоговой нормы, которая требует соблюдения отраслевого законодательства, либо, по крайней мере, ссылается на отраслевое законодательство, то, в общем-то, у налогоплательщика и не должны наступать негативные налоговые последствия. Второй аргумент, он должен быть связан с сущностным критерием, а именно то, что несоблюдение отраслевого законодательства никоим образом не влияет на экономические показатели сделки и, соответственно, на налоговые последствия. Ну и третий аргумент. Это, безусловно, необходимо стараться приводить аргумент, связанные с интересами бюджета и указывать, если это возможно, что каких-либо негативных последствий для бюджета не наступило в результате нарушения отраслевого законодательства. Здесь я также отсылаю к части первой настоящего курса, в котором я специально уделил большое внимание экономическим аргументам в налоговых спорах. Посмотрите, это очень важные аргументы, которые достаточно серьезно могут усиливать позицию налогоплательщика. Так, переходим к следующему блоку. Он касается методологических споров. Но в данном случае необходимо пояснить терминологию, о чем тут речь. Дело в том, что в налоговом кодексе есть определенная группа норм, которая предусматривает, что налогоплательщик может самостоятельно установить ту или иную методологию, либо утвердить тот или иной перечень, ну скажем, расходов, и в соответствии с утвержденной методологией, либо перечнем расходов, определять свои налоговые обязательства. В качестве примеров можно привести, например, статью 165 НКРФ, в которой предусмотрено, что налогоплательщик самостоятельно разрабатывает методику распределения вычетов. Следующий пример – это на самом деле наиболее распространенные споры по данной тематике. Это споры, связанные с тем, к каким расходам, ну то есть к какому виду расходов отнести те или иные расходы, к прямым либо косвенным. Ну я об этом еще скажу. Ну и еще один пример, это такой узкоспециальный пример, но он показателен. Это пункт 2 статьи 301 НКРФ, в которой предусмотрено, что можно утверждать порядок отнесения тех или иных сделок к поставочным. Почему я обращаю на данную норму внимание? Потому что по ней был спор, который рассматривался в судебной коллегии по экономическим спорам. Итак, в чем проблема данных норм? Дело в том, что в данных нормах фигурирует такая фраза, что налогоплательщик самостоятельно устанавливает либо методологию, либо перечень. И при этом указывается, что соответствующая методология, либо перечень, скажем, расходов, он должен быть зафиксирован в учетной политике. Исходя из такой формулировки, у налогоплательщиков складывается ложное впечатление, что они свободны в установлении того или иного порядка, который влияет на расчет налоговых обязательств. И на самом деле главной задачей налогоплательщика является просто-напросто зафиксировать ту или иную методологию в учетной политике. Поэтому в налоговых спорах, которые возникают по данной тематике, многие налогоплательщики занимают следующую позицию, что нормой предусмотрено, что они самостоятельно могут, скажем, утверждать ту или иную методологию. И, собственно говоря, они это и сделали, и утвердили, точнее, ну да, утвердили эту методологию в учетной политике. И, собственно говоря, поэтому они и правы. На самом деле эта позиция очень слабая. И в данном случае она, скорее всего, не позволит выиграть дело. Не позволит выиграть дело. Почему? Потому что, ну, сейчас это явно видно, практика складывается по следующему пути. Что если налогоплательщик утверждает какую-то методику, либо он, скажем, утверждает перечень расходов, то в данном случае он должен обосновать, почему именно такая методика была выбрана, то есть иметь экономическое обоснование. И, соответственно, почему именно был сформирован именно такой перечень расходов. Ну, давайте немножечко просто на примере и, прежде всего, на примере статьи 318 НКРФ. Дело в том, что данной статьей, в принципе, установлена классификация расходов на прямые и косвенные. В чем разница? Дело в том, что косвенные расходы их можно учитывать в периоде их осуществления. В то время как прямые расходы их можно учитывать, ну, их учет, он увязывается с процессом реализации товаров, работ, услуг, на которые эти расходы, собственно говоря, были направлены. То есть налогоплательщикам всегда выгоднее относить расходы, ну, точнее, квалифицировать расходы в качестве косвенных, и, соответственно, перечень прямых расходов им выгоднее делать не таким большим. Соответственно, данной статьей предусмотрено, что перечень прямых расходов, он утверждается налогоплательщикам и фиксируется в учетной политике. Но здесь дело в том, что налогоплательщик не свободен в утверждении данного перечня прямых расходов, как ошибочно полагают многие налогоплательщики. В данном случае он должен обосновать, точнее, неправильно я говорю, в данном случае то, что налогоплательщикам был утвержден соответствующий перечень, не исключает того, что как налоговый орган, так и суды могут квалифицировать те или иные косвенные расходы в качестве прямых. Поэтому в данном случае налогоплательщика должно быть экономическое обоснование того, что он верно определил перечень прямых расходов и то, что те расходы, которые он, по сути дела, отнес косвенным, нельзя квалифицировать в качестве прямых. Кроме того, я уже сказал, необходимое экономическое обоснование. Второе, что необходимо. Необходимо, безусловно, приводить примеры того, точнее, доводы о том, что отсутствует ущерб бюджету. В данном случае по статье 165 НКРФ я привожу определение, оно еще было в АСРФ принято, и в данном определении вот этот довод фигурирует о том, что методология распределения вычетов, она не приводит к ущербу бюджету, а именно не приводит к ситуации, когда, скажем, вычеты заявляются в более раннем периоде, чем это положено. Ну и следующее, на что необходимо обратить внимание. Вообще есть определенная проблема в том, что на самом деле вопрос методологии и вопрос утверждения этой методологии в учетной политике – это прежде всего вопрос, которым занимается бухгалтерская служба. То есть юрист сталкивается с этим вопросом уже на этапе, по сути, спора, когда уже возникли претензии к той или иной методологии, утвержденной в учетной политике. Поэтому, безусловно, как руководителям налогоплательщика, так и начальникам юрслужбы, либо если на предприятии единственный юрист, необходимо попытаться установить порядок взаимодействия между бухгалтерской службой и юристом. И, соответственно, проект учетной политики, чтобы он мог быть проверен юристом хотя бы на предмет анализа, скажем, той методологии, которая утверждена в учетной политике, на предмет того, встречалась ли данная методология в судебной практике и какую оценку такой методологии давали суды. Это позволит снизить риски, которые могут возникнуть в случае предъявления претензий со стороны налоговых органов. Так, ну а мы продолжаем разговор, и на этот раз очередной блок, он посвящен вопросам изменения норм налогового кодекса и, соответственно, последствий, которым ведут такие изменения. Вообще здесь следует, конечно же, сказать, что налоговое право является, если не самой динамичной, то одной из самых динамичных отраслей в российском праве. То есть это не редкость, когда одна и та же норма может меняться несколько раз в течение года. Примеров таких достаточно много. И главный вопрос, на самом деле, какое значение может иметь изменение той или иной нормы в налоговом споре, в том случае, если, соответственно, спор идет в отношении нормы, в которую были внесены изменения. Вообще, конечно, понятно, что по общему правилу новая редакция нормы применяется лишь к отношениям, которые возникли после вступления в силу соответствующей новой редакции. Если, что называется, нет каких-то специальных переходных положений. Но есть и иные ситуации, когда изменение, которое внесено, оно, скажем, носит уточняющий характер. В этом случае такая редакция может иметь значение и для отношений, которые возникли до новой редакции. Поэтому, на самом деле, в отношении новой редакции необходимо, в принципе, оценить, квалифицировать соответствующие изменения. Какие они? Это какое-то новое регулирование, то есть, по сути дела, новая норма, либо это уточнение старой нормы. Вообще, чтобы проиллюстрировать проблему, я предлагаю рассмотреть ее на примере статьи 269 НКРФ. Это статья, которая предусматривает в том числе основания для признания задолженности контролируемой. Кто не знает, контролируемая задолженность – это такая задолженность, по которой, по общему правилу, нельзя все проценты по задолженности отнести на расходы. То есть, часть процентов действительно относится на расходы, но часть квалифицируется в качестве дивидендов, и, соответственно, с этих выплат удерживается налог. Так вот, применительно к статье 269 НКРФ возник вопрос о том, можно ли в качестве контролируемой задолженности квалифицировать задолженность между компанией и ее сестринской, иностранной компанией. Почему этот вопрос возник? Дело в том, что, если посмотреть статью 269 НКРФ, то там предусмотрены, в принципе, основания и критерии для отнесения задолженности к контролируемой. И в данном случае там базовыми показателями является участие взаимодавца в капитале должника, ну и, кроме того, сам по себе размер задолженности. Но, исходя из того, что сестринские компании в капитале друг друга не участвуют, то и возник справедливый вопрос, а вообще можно ли ставить вопрос о наличии контролируемой задолженности. И одно время суды занимали следующую позицию, что статья 269 НКРФ предусматривает закрытый перечень оснований для признания задолженности контролируемой. Соответственно, если нет основания, то и нет квалификации задолженности в качестве контролируемой. Поскольку в статье 269 НКРФ ничего не говорилось о сестринских компаниях, то и делался вывод, что такую задолженность нельзя признать контролируемой. И вот в данном случае я привожу соответствующую практику. Но постепенно практика начала меняться и можно говорить, что окончательно она изменилась в 2015 году, когда Верховный суд стал поддерживать подходы отдельных судов о том, что подчинение должника и кредитора единому центру может указывать на наличие контролируемой задолженности. Вообще, безусловно, такой подход судов – это подход, ну, недопустимый, на мой взгляд. Потому что такой подход судов, он создает ситуацию, что налогоплательщик, прочитав норму и буквально ее истолковав, не может быть уверенным в том, что он правильно определил свои налоговые последствия. Но, тем не менее, практика вот пошла по такому не очень хорошему пути. Но здесь главное в другом, что в 2016 году был принят закон номер 25 ФЗ, которым, собственно говоря, были внесены изменения в статью 269 НКРФ и была предусмотрена возможность того, что задолженность между сестринскими компаниями может быть признана контролируемой. Но эти изменения, они вступают в силу с 1 января 2017 года. И, соответственно, встает вопрос, а какое влияние соответствующие изменения могут иметь на споры, возникающие по данному вопросу? Ну, первое, что можно говорить, что, по сути дела, закон номер 25 ФЗ, он установил новое правило, поскольку такого основания до этого закона не было. Это означает, что по задолженности, которая возникла до этого закона, задолженность, соответственно, между сестринскими компаниями, в отношении такой задолженности нельзя ставить вопрос о том, что она контролируемая. Но очевидно, что с учетом той практики, которая сформировалась, эту позицию будет обосновать достаточно сложно, и, скорее всего, суды ее не примут. Поэтому, в целом, квалифицировать, что закон номер 25 ФЗ установил новое регулирование, будет достаточно сложно. Более того, даже из законодательных материалов следует, что это, дескать, все-таки уточняющее положение. Но даже если квалифицировать изменения закона номер 200, которые были внесены законом номер 25 ФЗ в качестве уточняющих, то и в этом случае, в принципе, налогоплательщик может попытаться использовать данный факт в свою пользу. И здесь есть два варианта. Вариант первый, на мой взгляд, он слабый, но просто я его озвучу, что, поскольку вносились уточняющие изменения, это означает, что статья 269 НКРФ не была сформулирована достаточно четко. И в данном случае можно говорить, что до внесения соответствующих изменений можно применять положение, точнее, в отношении старой редакции можно применять положение пункта 7 статьи 3 НКРФ о том, что все сомнения должны толковаться в пользу налогоплательщика. Это означает, что в данном случае нельзя было четко определить, является ли задолженность междусестринской компанией контролируемой, либо нет. Соответственно, в пользу налогоплательщика нужно признавать, что такая задолженность неконтролируема. Но здесь, опять же, нужно понимать, что с учетом сложившейся судебной практики, эта позиция не будет поддержана, это слабая позиция. Более того, я вообще отмечу, что ссылки налогоплательщика на пункт 7 статьи 3, такие ссылки суды очень не любят, и в большинстве случаев такие ссылки указывают на то, что фактически у налогоплательщика как таковой позиции нету. И поэтому он ссылается на этот общий пункт. Здесь есть и другой аспект. Если квалифицировать соответствующие изменения в качестве уточнения статьи 269 НКРФ, то вот это уточнение может использоваться применительно не к основному вопросу спора, о том, можно ли признавать задолженность контролируемой или нет, а к ответственности, которой часто налоговые органы привлекают налогоплательщиков. Так вот, внесение соответствующих уточняющих поправок может говорить о том, что в принципе у налогоплательщика отсутствует вина. Отсутствует вина в связи с тем, что в данном случае налогоплательщик не виноват, что статья 269 НКРФ была сформулирована нечетко. А это означает, что, в общем, привлечение к ответственности не обоснованно. На мой взгляд, вот такая позиция, она может быть вполне обоснованной. В общем, есть и еще один пример, тоже достаточно свежий. Это пример, связанный с учетом расходов по соглашениям о расторжении трудового договора. То есть это ситуация, когда между работником и работодателем заключается соглашение о расторжении трудового договора, и по этому соглашению выплачиваются какие-то суммы. Дело в том, что налоговые органы, во многих случаях отказывая в учете таких расходов, указывали на то, что возможность учета таких расходов была предусмотрена только после того, как был принят закон 382 ФЗ. И до этого момента, соответственно, учитывать такие суммы было нельзя. Но дело в том, что Верховный суд, рассматривая данный спор, а именно это было дело Парламент Продакшн, сделал небольшую ремарку в своем судебном акте, который имеет важное значение. А именно было указано на то, что вот эти поправки, которые были внесены законом 382 ФЗ, они носили уточняющий характер. А раз они носили уточняющий характер, это означает, что как до этого закона, так и после него, в принципе, соответствующие расходы могли учитываться. Могли учитываться, и сам по себе закон нового регулирования какого-то не создал. Соответственно, эта ремарка также должна учитываться и использоваться налогоплательщиками в случае, если у них возникает такого рода спор. Подводя итоги по данному блоку, что следует отметить? Что вообще, если у вас возникает какой-то правовой спор о содержании той или иной налоговой нормы, то необходимо проанализировать соответствующую норму в ее историческом развитии. То есть, как она была сформулирована изначально, какие вносились изменения и почему. Это означает, что необходимо анализировать законодательные материалы, пояснительные записки, финансовое обоснование, заключение комитетов как Госдумы, так и Совета Федерации. То есть, в общем, достаточно активно следует использовать ту информацию, которая содержится на сайте Государственной Думы. Потому что эта информация, в общем, может быть полезна для налогоплательщиков при защите своих интересов. Следующий аспект – это применительная практика, поскольку, в общем-то, суды могут высказывать свою позицию и квалифицировать соответствующие законодательные изменения, либо в качестве нового регулирования, либо, напротив, в качестве уточняющих изменений. Могут квалифицировать те или иные поправки. И, в общем, данный аспект также может использоваться налогоплательщиками. И в целом, конечно же, налогоплательщикам важно оценить те или иные изменения по норме, по которой идет спор, то ли это новый порядок, то есть установление нового порядка, то ли уточнение старого порядка. И, соответственно, исходя из этого, уже строить свою позицию. Так, ну и теперь переходим к следующему блоку. Как я уже говорил в самом начале, этот блок, он будет касаться вопросов получения налоговой выгоды. Вообще, хочу отметить, что изначально я хотел назвать данный блок собранием заблуждений. Почему? Потому что, на самом деле, в данных спорах, а это является наиболее распространенными налоговыми спорами в судебной практике, в данных спорах очень часто налогоплательщики пытаются занимать, скажем так, очень простые позиции и, собственно говоря, не утруждают себя до разработки более сложной аргументации. Ну, почему это делается? С одной стороны, это может быть связано с тем, что представители налогоплательщика, либо внутренние юристы, просто-напросто не хотят разбираться с соответствующим вопросом. Ну, есть и вторая причина, что, возможно, просто-напросто налогоплательщику нечего сказать. Ну, если последнее, в общем, можно принять во внимание и посчитать, что, ну, да, что раз, по сути дела, аргументации нет, то что напрягаться и создавать что-то новое. Вот. То, что касается лени представителей, которые не хотят разбираться и используют стандартные формулировки, которые фактически не работают, то это уже, можно сказать, недопустимо. Здесь следует отметить, что в последние два года, а может даже три, налоговые органы уделяют достаточно серьезное внимание такого рода спорам, и до суда доходят споры с достаточно серьезной доказательственной базой со стороны налоговых органов. Это означает, что юристы, которые представляют налогоплательщиков по такого рода спорам, должны работать не то, что не меньше налоговых органов, а, напротив, больше, потому что, в общем, суды, с учетом сейчас складывающейся бюджетно-ориентированной практики, конечно, больше склонны поддерживать именно налоговый орган. Поэтому дела о недобросовестности, они отнимают очень много сил, времени, энергии, но, я думаю, это того стоит в том случае, если можно добиться положительного результата. Ну а теперь непосредственно к тем заблуждениям, которые существуют у широкого круга юристов. Первое, ну, вообще, начать этот вопрос, я думаю, необходимо именно с вопроса о должной осмотрительности. Первое заблуждение – это то, что должная осмотрительность, она подтверждает обоснованность налоговой выгоды. На самом деле это, конечно же, не так. Здесь нужно понимать определенное значение должной осмотрительности, и оно отличается в зависимости от того, кто использует данный аргумент в своей позиции. Для налогового органа отсутствие должной осмотрительности может являться базовым аргументом в обосновании того, что налогоплательщик получил необоснованную налоговую выгоду. Правда, я оговорюсь, что сейчас в большинстве случаев только с тезисом о том, что налогоплательщик не проявил должную осмотрительность, налоговые органы не начинают спор и не доводят этот спор до суда. Там идет более серьезная работа, и должная осмотрительность, не проявление должной осмотрительности выступает только в качестве одного из аргументов. Но, повторюсь, тем не менее, даже заявление только этого аргумента может служить основанием для отказа в получении налоговой выгоды. Вместе с тем, для налогоплательщика этот аргумент не может рассматриваться в качестве некого самостоятельного аргумента, который может исключительно использоваться для защиты интересов налогоплательщика. Да, безусловно, его нужно в обязательном порядке прорабатывать, но он не является решающим при вынесении, скажем, судебного акта по данной группе дел. Необходимо приводить и другие аргументы. Следующее заблуждение, это достаточно интересный аспект, что проверять необходимо только продавцов. Но откуда это заблуждение идет, вполне можно объяснить. Дело в том, что именно во взаимоотношениях с продавцами, по сути дела, и возникает вопрос о налоговой выгоде, потому что именно в рамках взаимоотношений с продавцами осуществляются расходы и появляется право на вычет. То есть это ключевые составляющие, о которых идет спор, то есть обоснованно применяют их, либо не обоснованно. Но дело в том, что налоговые риски могут возникать не только в связи с продавцами, которые могут оказаться фирмами-отнодневками, но и в том числе с покупателями. Здесь вообще следует отметить, что Минфин, в принципе, в своих письмах указывал, что необходимо проверять не только продавцов, но и покупателей. Но дело в том, что Минфин в должной мере не аргументирует, а зачем, собственно говоря, это нужно делать. Но судебная практика дает определенные ответы на данный вопрос. Вообще в судебной практике действительно встречаются дела, в которых, например, налогоплательщикам отказывают от применения, льготы, либо в учете расходов в ситуации, когда выяснилось, выяснилось, что их покупатели, их покупатели являются недобросовестными налогоплательщиками. И в данном случае я привожу эти примеры по московскому округу. Здесь следует отметить, что данные судебные акты, они на самом деле в пользу налогоплательщика, то есть суды, они не приняли аргументацию налогового органа. Казалось бы, данные судебные акты подтверждают только то, что покупателей, собственно говоря, проверять и не надо. Но на самом деле все-таки судебный спор сам по себе, он отнимает как материальные, так и временные ресурсы. Поэтому, чтобы исключить данный фактор, все-таки имеет смысл проверять своих покупателей. Это первое. Но есть на самом деле и более серьезный аргумент, почему необходимо проверять покупателей. И в данном случае этот пример можно найти в деле 2016 года, который, собственно говоря, я и привожу. А в чем тут дело? В этом деле, по сути дела, было установлено, что продавец создал между непосредственным покупателем своей продукцией промежуточные звенья в виде фирм «Одноднево». И сделал он это для того, чтобы снизить размер своей выручки. И в связи с этим, в связи с установлением такого рода обстоятельств, на платежку были доначислены суммы в соответствии с той стоимостью продукции, которая покупалась его непосредственным, скажем так, конечным покупателем. Почему я обращаю внимание на данное дело? Понятно, что когда налогоплательчик действительно сам по своей инициативе выстраивает такую формальную схему, ну, это, собственно говоря, уже его проблема. Но дело в том, что такую цепочку формальных покупателей может выстраивать и сам конечный приобретатель продукции. Ну и понятно, зачем он это делает. Для того, чтобы, собственно говоря, увеличить свои расходы и увеличить размер вычетов. Но может так получиться, что налоговые органы просто-напросто не смогли либо не захотели доказывать связь покупателя с этими фирмами. И им показалось проще идти по пути, сказать, что это фирмы в действительности связанные с продавцом. И если у налогоплательщика не найдется серьезных аргументов, то у него могут действительно возникнуть достаточно серьезные проблемы. Поэтому в том случае, если налогоплательщику, продавцу товаров, покупатель, его основной, скажем, покупатель, серьезный покупатель предлагает изменить схему поставки и, соответственно, внедрить в эту схему дополнительные какие-то звенья в виде каких-то фирм, то налогоплательщику обязательно необходимо эти фирмы проверить, чтобы исключить негативные последствия, связанные со взаимоотношениями с данными фирмами. Ну и кроме того, следует заметить, что вообще специалисты говорят о том, что вообще проверка покупателя, она имеет значение не только с точки зрения налогового на законодательство, но и с точки зрения гражданского законодательства, и антимонопольного регулирования. Поэтому в любом случае проверить своего контрагента покупателя имеет смысл. Следующее заблуждение – это заблуждение о том, что запросы учредительных документов – это те действия, которые достаточны для того, чтобы было признано, что налогоплательщик осуществил, проявил должную осмотрительность. Здесь необходимо отметить, что вообще содержание должной осмотрительности неизвестно. Вообще на многих практических семинарах представители налогоплательщиков достаточно часто спрашивают, точнее просят специалистов назвать конкретный перечень действий, который бы четко указывал на то, что налогоплательщик проявил должную осмотрительность. Но, повторюсь, такого рода перечня его нет. Более того, налогоплательщики обращаются с этим вопросом не только к специалистам, но и в государственные органы. Например, в Минфин поступают такие запросы. Есть примеры судебных споров. В общем-то, во всех этих спорах указывается на то, что четкого перечня нет. И это означает, что налогоплательщику нужно совершить максимум возможных действий по проявлению должной осмотрительности. Собственно говоря, какие это могут быть действия? Во-первых, это проверка правоспособности. По сути дела, опять же, это речь идет о запросе различных учредительных документов. Но этих действий в настоящий момент недостаточно для того, чтобы было признано, что налогоплательщик проявил должную осмотрительность. Другим действием является проверка деловой репутации. В общем, вот эта практика, связанная с необходимостью проверки деловой репутации, она пошла с дела к оксохиммонтаж. В данном случае я даю ссылку на данное дело. То есть, налогоплательщику важно проверить наличие опыта у его контрагента, опыта по проведению работ, либо по качеству производства того или иного товара, наличие соответствующих лицензий, наличие квалифицированного персонала. Кроме того, налогоплательщику, безусловно, важно, в принципе, проверить материальную базу налогоплательщика и, собственно говоря, возможность производить те или иные, скажем, товары, либо работы, услуги. Да, кстати, по поводу, немножечко вернусь, по поводу деловой репутации. Здесь еще нужно обратить внимание на следующий аспект, что очень часто, особенно на допросах должностных лиц, налогоплательщиков, налоговые органы задают вопрос о том, как вы нашли контрагента и чем вы руководствовались при его выборе. И обосновывая, точнее, отвечая на данный вопрос и обосновывая свой ответ налогоплательщикам, важно предоставить такие материалы, как, скажем, какие-то каталоги, флайеры, распечатки сайтов, из которых будет видно, во-первых, о, скажем, репутации того или иного контрагента, ну и кроме того, данный аспект может подтверждать то, что налогоплательщик и его контрагент друг с другом не связаны. Почему это может быть подтверждением? Это потому что в данном случае это будет указывать на то, что контрагент проводил достаточно серьезные действия по привлечению клиентов, производил рекламные материалы, и именно на основе этих рекламных материалов налогоплательщик и принимал свое решение. То есть это не будет ситуацией, когда какая-то малоизвестная фирма стала вашим поставщиком. Так, ну и следующее. Так, о возможности исполнения обязательств я уже сказал. Ну и еще одно. Дело в том, что в судебных актах появляется такая формулировка, что при заключении гражданскоправовых договоров налогоплательщик должен руководствоваться не только гражданскоправовыми интересами, но и учитывать публичные интересы. Ну, здесь одним из ярких примеров такой формулировки является дело ЧПИН. Это в данном случае отказное определение Верховного Суда. Что означает эта формулировка? Она просто-напросто означает, что налогоплательщик должен учитывать, исполняет его контрагент налоговое обязательство, либо нет, а значит, он должен проверять данные обстоятельства. То есть, помимо проверки правоспособности, деловой репутации, возможности исполнения обязательств, налогоплательщику следует также запрашивать документы, запрашивать либо изыскивать документы, связанные с исполнением налоговых обязательств его контрагента. Откуда, собственно говоря, налогоплательщику получать информацию обо всем этом? Ну, прежде чем к этому приступить, здесь вообще следует заметить, что идеальным случаем является то, что налогоплательщик в рамках своей организации готовит специальное положение о работе с контрагентами и в данном положении прописывает тот перечень мероприятий, которые должен осуществить сам налогоплательщик при выборе контрагента. Ну, понятно, как вы видите, что на самом деле достаточно получается большой перечень действий, и в данном случае налогоплательщик может просто разграничить сделки, ну, прежде всего по суммовому критерию. То есть, если, например, сделки не превышают, скажем, одного миллиона, то совершается один объем действий по проверке контрагента, а если же сделка превышает соответствующий суммовой критерий, то совершается больше действий по проверке контрагента. Можно так делать. Собственно говоря, какие источники информации могут быть у налогоплательщика при проверке контрагента? Понятно, что это может быть сам контрагент, у которого можно помимо учредительных документов, которые, собственно говоря, достаточно охотно предоставляют контрагенты, можно запросить и иную информацию, в том числе связанную с исполнением налоговых обязательств. Хотя во многих случаях контрагенты отказываются предоставлять такую информацию, ссылаясь на то, что это некая коммерческая тайна. Следующий источник, ну, это самостоятельное действие по сбору информации. В данном случае налогоплательщик может проанализировать информацию, которая содержится в сети интернет, либо в каких-то иных источниках информации. В том числе, как я уже говорил, может собирать буклеты о своем контрагенте делать, соответственно, распечатки с сайтов, ну и иным образом, в общем-то, собирать информацию. Следующий – это налоговый орган. Прежде всего, налоговый орган, в котором зарегистрирован контрагент. Можно сделать запрос в налоговый орган, прежде всего, об исполнении налогоплательщикам, в данном случае контрагентам, своих налоговых обязательств. В большинстве случаев, а точнее всегда, налоговые органы отказываются предоставлять такую информацию. Но это, собственно говоря, проблема уже налоговых органов. Потому что сам по себе такой запрос просто-напросто указывает на то, что налогоплательщик сделал максимально возможное, чтобы выяснить добросовестность своего контрагента. И то, что ему налоговый орган казал, это уже проблема, собственно говоря, самого налогового органа. Ну и, наконец, важным источником информации являются сайты госорганов ФНС России, Федеральной службы судебных приставов. Но об этом я еще скажу. Здесь следует обратить внимание, что также важным источником информации являются судебные акты. Правда, сложилась такая односторонняя практика применения, ну, точнее, использования информации из судебных актов. Дело в том, что если в каких-то судебных актах фигурирует, что тот или иной контрагент уже был признан недобросовестным, то это может достаточно серьезно ухудшить положение налогоплательщика. Вместе с тем, обратная ситуация, то есть, когда есть судебные акты, в которых указывается, что контрагент налогоплательщика добросовестное лицо, в общем, серьезно не улучшает позицию налогоплательщика, потому что достаточно часто говорят, что это другой акт по другому делу. Но в любом случае налогоплательщику имеет смысл проанализировать судебные акты на предмет наличия упоминания контрагента в них. И в том случае, если есть судебные акты, в которых указывается на то, что контрагент недобросовестный, то следует вообще подумать, следует ли связываться с таким контрагентом. Ну а в случае, если уже связались и возник спор по данному контрагенту, ну, хорошо бы найти акты, которые положительно характеризовали бы контрагента. Теперь, что касается сайтов. То здесь, безусловно, налогоплательщикам нужно очень активно использовать сайт ФНС России. Вообще, сайт ФНС России, он предоставляет достаточно обширный перечень информации о контрагентах. Более того, этот перечень регулярно расширяется. Во-первых, есть самостоятельный сервис «Проверь себя и контрагентов». На сайте ФНС России также можно получить информацию о задолженности организаций, о блокировке счетов. Кроме того, можно пользоваться реестром малого бизнеса, поскольку в данном реестре может содержаться информация, которая тем или иным образом может характеризовать вашего контрагента. Ну и, наконец, очень важно то, что где-то к лету 2017 года, то есть уже чуть-чуть осталось, на сайте ФНС России начнут размещать информацию о среднесписочной численности организаций, об уплаченных налогах, бухгалтерской отчетности и допущенных нарушениях. В общем-то, это очень важная информация. И вообще, я думаю, что постепенно значение информации с сайта ФНС России, оно будет, точнее, сама по себе вот эта информация с сайта России будет играть одну из решающих ролей в оценке проявления добросовестности. То есть в том случае, если на сайте ФНС России была какая-то негативная информация о контрагенте, а вы заключили с ним договор, вступили в взаимоотношения, то это может очень негативно сыграть негативную роль в вашем споре с налоговым органом. Ну а что касается сайта Федеральной службы судебных приставов, то там хоть и небольшая информация, но она может играть такую положительную роль для налогоплательщиков, потому что зачастую там в отношении контрагентов, например, фигурируют штрафы ГИБДД, либо какие-то другие штрафы, которые могут указывать на то, что у налогоплательщика, точнее у контрагента, имеются какие-то материальные ресурсы, в том числе транспортные средства. Ну и в заключение отмечу, что регулярно появляется информация о том, что имеются сервисы по проверке контрагентов, в том числе бесплатные сервисы, которые, собственно говоря, можно использовать налогоплательщикам. Еще одна проблема, которую следует обсудить применительно к должной осмотрительности, это смена контрагентов. О чем тут речь? Дело в том, что нередко бывают случаи, когда между сторонами существуют длительные договорные отношения, и при этом происходит, ну скажем, поставка товаров от непосредственного производителя, ну и, собственно говоря, может быть, покупатель тоже является одним из крупнейших приобретателей того или иного товара. Но опять же существует проблема того, что, скажем, первоначальный производитель просит покупателя изменить схему поставки товаров, и предлагается, что поставлять тот же самый товар по той же цене будет другая организация, по сути дела, там, посредник, посредник, который непосредственно связан с производителем товара. При этом особо не рассказывается, для чего это делается, какие экономические основания. И часто-часто налогоплательщики, покупатели товара не обращают на это внимание, ну, собственно говоря, потому что, скажем, товар и так поступает, расходы остаются теми же, и, в общем, по сути дела для покупателя товара ничего, собственно говоря, существенного и не меняется. Но здесь может быть проблема. Может в результате проверки выяснится, что поставщиком товаров, новым поставщиком товаров оказалась фирма одноневка. Собственно говоря, зачем производитель делал таким образом, это понятно. Он в данном случае пытался минимизировать свою выручку. Но проблемы могут возникнуть, соответственно, достаточно серьезные у покупателя. Поэтому в том случае, если существуют непосредственно деловые отношения с производителем товаров, там, работ, услуг, и предлагается их изменить с внедрения в цепочку поставок поставщиков, точнее, эти дополнительных звеньев, то в обязательном порядке необходимо проверять, что это за фирмы, как их можно охарактеризовать. Но в любом случае, когда была поставка, были отношения с непосредственным производителем и предлагают изменить схему поставок, то это в любом случае такая ситуация характеризуется налоговыми рисками, и данное обстоятельство следует учитывать. При этом я повторюсь, что в данном случае учитывать нужно в том случае, когда предложение изменить порядок поставки товаров поступает как от продавца, так и от покупателя. В любом случае и в том и в другом случае возникают налоговые риски. Так, переходим к следующему вопросу, к следующему заблуждению. Это заблуждение о том, что реальность товара подтверждает реальность сделки и, соответственно, обоснованность получения налоговой выгоды. Действительно, нередко налогоплательщики строят свою позицию на том, что товар действительно есть, он используется в производственной деятельности, либо, например, те или иные спорные работы действительно произведены. И исходя из этого, полагают, что реальность товаров в работе услуг ведет к обоснованности налоговой выгоды. Но в данном случае это не так. Нужно понимать, что в действительности реальность товара является только одним из составляющих обстоятельств, которые подтверждают реальность сделки. Вместе с тем, чтобы подтвердить реальность сделки, необходимо подтверждать не только реальность товара, но и также реальность операции и реальность поставщика. Рассмотрим непосредственно данные доводы. Что касается реальности товара, то тут понятно, что необходимо подтвердить, что соответствующий товар, работа, услуги действительно не на бумаге отражены, действительно, скажем так, является реальным активом налогоплательщика. Потому что нередко возникают обстоятельства, что, ну, то есть, что называется, товар действительно есть. Но вот этот товар, он поступил не со стороны, а уже существовал налогоплательщик. Иначе говоря, просто-напросто налогоплательщик, скажем, какие-то товарные запасы начал оформлять в качестве предмета, самостоятельного предмета какой-то отдельной сделки. В данном случае я привожу примеры судебных актов, в которых, например, указывается, да, что делены ремонтные работы, либо услуги, они в реальности были, что называется, осуществлены самим налогоплательщиком, а не, что называется, появились у налогоплательщика в результате какой-то операции. Следующий аспект, ну, в целом пересекается с реальностью товаров, это то, что вот появление товара, товаров, работы, услуг было связано именно с взаимоотношением с какими-то третьими лицами. Потому что, повторюсь, может быть ситуация, когда налогоплательщик те или иные услуги выполняет собственными силами. И, соответственно, документы, которые оформляют спорную сделку, они, по сути дела, ну, скажем так, носят формальный характер и не отражают реальное существо дел. Вместе с тем, вот, применительно к доводу как о реальности операции, так и о реальности товара, здесь следует обратить внимание на другой аспект. Что? Чтобы доказать, что действительно товар ранее у налогоплательщика отсутствовал и, собственно говоря, поступление такого товара в результате какой-то операции привело к увеличению активов налогоплательщика, необходимо, понятно, представлять документы. И в большинстве случаев, да, сосредотачиваются на анализе внешних документов, то есть документов, которые исходят от стороны сделки. Вместе с тем, немалое значение могут иметь и документы, которые, ну, можно охарактеризовать как внутренние документы налогоплательщика. Это документы складского учета либо производственного учета. К сожалению, специалисты, многие считают, что на эти документы серьезного внимания обращать не надо, ну, поскольку они составляются самим налогоплательщиком, то есть лицом заинтересованным, а значит и суд к этим документам будет относиться с подозрением. Но на самом деле это не так, потому что нужно в целом понимать, что любой налоговый спор – это прежде всего документальный спор. И налогоплательщику важно представить значительное количество документов, информация, в которых будет согласовываться друг с другом, то есть информация по количеству, например, товара, по дате его поставки. Соответственно, когда налогоплательщик представляет как внешние документы, исходящие от контрагента, так и свои внутренние документы, в том случае, если информация согласуется в них, то это достаточно серьезно играет серьезную роль и делает позицию налогоплательщика убедительной. Поэтому, безусловно, на такие документы, как складского производственного учета нужно обращать внимание. Но здесь есть, конечно, определенная проблема, что сами налогоплательщики могут ввести соответствующий учет, ну, скажем так, тяп-ляп. То есть, тем самым они, конечно же, лишают себя возможности, точнее, лишают себя дополнительных важных доказательств. Следующий аспект реальности сделки – это реальность поставщика. Вот применительно к данному аспекту здесь следует отличать вообще должную осмотрительность и реальность поставщика. В чем отличие? Дело в том, что когда вы представляете аргументы о должной осмотрительности, вы подтверждаете просто-напросто реальность какой-то организации, что она действительно осуществует, осуществляет какую-либо деятельность. Но в данном случае вы не доказываете, что именно данная организация осуществляла спорную операцию. Поэтому, когда мы говорим о реальности поставщика, мы говорим, что представляются доказательства, что именно данная организация поставила товар, осуществила работы, либо оказала услуги. Потому что в данном случае, я привожу примеры данных судебных решений, может сложиться ситуация, когда товар действительно есть, и никто не оспаривает, что этот товар был поставлен третьими лицами. Но абсолютно непонятно, что это были за третьи лица. Потому что очевидно, что то лицо, которое фигурирует в документах, в реальности, этот товар не поставляло. И в данном случае доказательствами реальности того, что именно данное лицо поставляло товар, могут служить, ну, помимо всего прочего, например, выпуски со счетов, в которых фигурируют, например, расходы по приобретению спорного товара, либо расходы, связанные с производством товара, либо осуществления работ, услуг. Вообще, конечно, налогоплательщику такие доказательства получить сложно, но очень часто сами налоговые органы представляют такие документы. Поэтому налогоплательщикам важно проанализировать соответствующие выписки и, в том случае, если есть полезная информация о поставке спорного товара, то, безусловно, ее использовать для усиления своей позиции. Ну и, наконец, еще по реальности сделок следует вообще обратить внимание на концепцию доказывания и вообще, скажем так, тех тенденций, которые складываются применительно к доказыванию реальности сделок. Вообще, можно как в деятельности налоговых органов, так и, в общем, где-то и в деятельности судов увидеть такую тенденцию, что налоговые органы стараются проследить движение товаров, ну, полное движение товаров от производителя до конечного потребителя. И в том случае, если они где-то видят несостыковку, да, то они предъявляют претензии к налогоплательщику. Собственно говоря, я думаю, что и суды также хотят увидеть полную цепочку товаров. Поэтому, на самом деле, налогоплательщикам следует стремиться показать движение товаров от производителя до конечного потребителя. Независимо от того, скажем, на каком этапе налогоплательщик выполнял свои функции. Там в середине, в конце, в начале. И вообще, когда я вот говорю, что такая тенденция намечается, в общем, она в определенной мере проявляется и в законодательстве на практике. Речь прежде всего идет о внедрении так называемой радиоидентификации. Но в данном случае вы видите сокращение radioidentification. То есть, когда осуществляется маркирование товаров различными чипами, в которых записывается информация, в том числе о движении товара. Ну, самым громким событием 2016 года было маркирование меховых изделий, что привело к тому, что статистика продаж меховых изделий увеличилась в несколько раз. Данный опыт очень понравился налоговым органам и Минфинам. И, в общем, Минфинам был подготовлен законопроект, который, по сути дела, устанавливает тотальную маркировку товаров, что позволит впоследствии отслеживать движение товаров от конечного производителя до конечного потребителя. Более того, здесь интересно, что сейчас учеными даже рассматривается вопрос возможности маркировки продовольственных товаров, в том числе фруктов, овощей. Поэтому данную тенденцию налогоплательщикам следует учитывать и, повторюсь, стремиться показывать полную цепочку товаров. Следующая тенденция, ну, я бы не сказал, что тенденция, но в целом это обстоятельство нужно учитывать, а именно необходимо стремиться предоставлять достаточно обширный комплект документов, который будет отвечать признакам соотносимости. В данном случае, здесь я уже повторяюсь, речь идет как о внешних документах, документах, которые исходят от контрагентов, так и о внутренних документах налогоплательщика, то есть о документах складского учета, производственного учета. Главное, чтобы в этих документах цифры, даты, качественные характеристики совпадали, а в случае, если есть какие-то расхождения, чтобы были разумные объяснения данным расхождения. Ну и, наконец, следует заметить такой аспект, как структура договорных связей. Дело в том, что суды все больше и больше внимания обращают на то обстоятельство, что налогоплательщики, скажем, приобретают товар не у непосредственного производителя, а у каких-то посреднических фирм. И налогоплательщику необходимо всегда иметь разумное обоснование, почему для приобретения товаров налогоплательщик решил не вступать в договорные отношения с непосредственным производителем. Ну, обоснования, безусловно, могут быть разные, в том числе то, что, например, производитель осуществляет поставку крупных товаров, а налогоплательщику необходимы были малые партии, либо какое-то другое объяснение. В любом случае, структура договорных связей налогоплательщика должна иметь экономическое обоснование. Так, ну, собственно говоря, на этом все. Спасибо за внимание и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok